Здравствуйте! Сегодня Ларри Иришкина мы пригласили, чтобы попросить его сделать небольшой сравнительный анализ между нашими братскими народами, между народом Бурятии и народом Калмыкии. Ларри, вас можно назвать экспертом по братской Бурятии, потому что вы не просто там жили несколько месяцев, но и много лет наблюдали в ней перемены и описывали их как журналист в соцсетях и давали интервью в бурятской прессе. Давайте начнем ваш рассказ с самого начала, когда вы в первый раз приехали в Бурятию и что поразило вас больше всего от этой вот республики. В 2012 году я впервые прилетел в Бурятию, это было начало марта, уже не раз говорил, в том числе и бурятская прессия, думаю, что интересно будет нашим калмыцким зрителям. Я прилетел, думая, что там, как и у нас, весна, я прилетел в туфельках, в легкой курточке, без нижнего белья, а утром было минус 25. Я сел в машину, и в машине еще, наверное, холоднее было. В общем, хорошо, что там работали бузные. Там есть у них китайские буряты, которые из Китая, как у нас, из Синьцзяне, которые, видимо, все-таки научились у китайцев рано вставать, поэтому у них рано работали бузные. И повезло, что мы в 8 часов утра приехали сюда, я отогрелся немножко, покушал. Вот это было то, что я действительно запомнил. Это несвойственный нам холод. Вот это да. Но в основном поразило меня то, что это все-таки аура наша. То есть вы сказали, что близкий нам народ, я сказал бы, что это один с нами народ вообще. По большому счету мы... Я там чувствую энергетику нашего, как братского народа, нашу буддийскую энергетику, нашу кровную монгольскую, такую общую монгольскую энергетику чувствую. Реально, что в Улан-Баторе, что в Улан-Удэ. И для меня там находиться просто очень комфортно, в принципе. Получается, что вы успели заставить Республику Бурятии еще с прежним руководителем. Вот. Он был назначенцем из Томска. Сегодняшний руководитель – назначенец из Забайкалья. Есть ли вот разница между Бурятией, которая была при прежнем руководителе, и вот при сегодняшнем? Простите, Циденово, да, кажется? Практически однофамильный. Начнем с того, что даже по фамилии видно, что, как бы, да, Бурят. Потому что фамилия Циденов, Циденово у нас тоже. Конечно, есть. Во-первых, начнем с того, что тот назначение из Томска, он в Урятии никакого отношения не имел. Ни этнический, никак, ни географический, ни прочее. Циденово имеет это отношение. Бурятик, потому что он в Урятских крови. И, естественно, что, конечно, какие-то отличия должны быть всегда. Почему? Потому что при Наговицыне, допустим, ну, республика на одном месте фактически стояла. Как вот, может быть, не хуже, не лучше, может быть, только хуже. Ну, я не хочу влезть в их внутренние дела. Но, как мне показалось, что ничего, допустим, национального, там ничего не происходило такого серьезного. Почему? Потому что, ну, Наговицуне это не надо было. Сами понимаете, зачем это нужно. Даже слышал такую историю, когда хотели более национальным колоритом обеспечить столицу Бурятии. Да, Наговицын был против. Я же даже такое слышал. Мне рассказывали, то есть, ну, как это так? Ну, республика Бурятия, она должна брать чем, да? Наша многонациональная родина, империя, она должна брать своим разнообразием. Да, как сказал Даллама, в мире не может быть одного мнения и одной религии. Мир интересен своим разнообразием. Россия этим тоже интересна. И мы должны, вот, Бурятия в Сибири, своеобразная территория, Буряты, да, Монгольский народ, давайте вот развивать вот эту тему. Туристам интересно же, что они приедут в Иркутск, в Читу, и приедут в Бурятию, когда все одинаково. Ну, зачем это нужно? А тут будут отличия какие-то. Вот такие вещи были. Сейчас больше национальное. Я вижу, больше национальное, я думаю, не обидится представителям других национальностей, но это нужно развивать. Это нужно, в том числе и для всей России, когда развивается что-то национальное. И я думаю, что правильно сейчас вектор развития, это национальное. Да, может быть, сейчас многие критикуют, что недостаточно, может быть, делается. Но, уверяю вас, в сравнении с Калмыкией, очень серьезные работы проводятся именно в национальном отношении, в отношении языка и прочего. Ну, хотя бы, если сравнить главу нашего Хасикова на Цагансары, я видел, что Цденов поздравлял на родном бурятском языке. Делал поздравление на Цагалган, он называется, да? Да, ну, вот я смотрел, допустим, Цденов часто бывает, ну, не знаю, может, часто-нечасто, но я его видел в национальном костюме. Да, я видел, да? То есть, жена его там национальный костюм одела, хотя не бурятка там. Ну, даже, ну, не хочу вот в этом что-то кого-то хвалить или не хвалить, но я скажу так, что, еще раз говорю, что действительно реально у них по национальным отношениям стало делаться больше. И, естественно, критики не будет меньше. Я в будущем далее расскажу, почему. Почему? Ну, это своеобразное такое условие республики, Бурятия. Я подумаю об этом дальше. В своих интервью вы часто говорили о том, что менталитет бурят более близок к калмыцкому, нежели менталитет жителей нашей исторической родины. В чем это выражается и приведите самые яркие примеры? Ну, начнем с того, что мы живем в одном государстве уже 4 века, да? Как бы там ни было, хоть далеко, но тем не менее, менталитет, конечно, в условиях развития в одном, в границах в общих налагает на себе что-то. Естественно, что буряты и калмыкии в этом наслаждались в России, чтобы впитали себя от других народов, в том числе от русского. Естественно, что менталитет более схож. Жители Монголии развивались за границей. Пусть они в социалистическом пространстве, но все равно это была за границей. Естественно, у них больше национального сохранилось. В Монголии, да? Начнем с языка, традиций, культуры и прочее, прочее. У них очень много сохранилось. Естественно... Не самодостаточные, более самодостаточные. В этом плане культурном, да. Но я еще скажу, что, конечно, они у нас кое-что могут подчеркнуть. Интересно. Естественно, мы у них тоже много чего можем подчеркнуть. А вот что касается именно нас и бурят, да, мы в общей советском пространстве долгое время жили. И вот в этом, мне кажется, даже вот именно в советское время, когда связи были более-менее уже налажены, да, именно вот в этот период у нас вот этот общий менталитет какой-то начал сохраняться, допустим, да. Ну, я не могу такие яркие примеры привести. Ну, как бы, ну, я еще раз говорю, я чувствую себя как дома. С бурятами сидишь, я не пообщаюсь. Да, есть различия, конечно, да. Все знают, что Калмыки намного более прямые и жесткие в этом плане, да. Где-то что-то там в Бурятии что-то можно допустить, сказать, там, где-то здесь в Калмыкии такого не допустишь, да, сказать. А в общем плане, там, да, конечно, мочи схожи в этом плане. Даже если вот встретитесь где-нибудь здесь, вот, бурят здесь живут, да, у нас в листе. Если вы с ними встретитесь, вы никогда в жизни не узнаете, что он бурят, допустим. Ну, вот, например, как вам сказать, когда я был в семнадцатом году, тоже в семнадцатом году, в семнадцатом году был в Бурятии, я заметил, что, и там столкнуться, вот, у бурят хитрость – это достоинство. Да. У нас калмыков – это недостаток. Да, это вот это и есть, да. Ну, еще раз скажу, что все-таки условия проживания, все-таки буряты как бы больше жили на одном месте, калмыки больше кочевали, больше воевали, ну, наверное, вот в этом плане характер, конечно. Но общая кровь и общая вера дает все-таки один какой-то общий менталитет. Естественно, там за минусами каких-то нюансов. Даже температура действует. Температура тоже, да. Ну, говорят, я же тогда пошутил, говорю, вы здесь вряд ли заморожены, а калмыки отморожены. А в основном, да, мы, в принципе, очень схожи. Еще вы говорили о вопиющей родоплеменной клановости, без которой просто невозможно представить общественно-политическую жизнь в наших регионах. Причем в Бурятии клановость покруче калмыцкой будет. Может, в общих чертах расскажете о кланах Бурятии и как это отражается на политической жизни республики? Вот о чем я и говорил, что критики не будет меньше, да, это из-за клановости. Да, везде клановости есть, но если сравнить калмыкию и Бурятию, это небо и земля, конечно. Потому что у нас все-таки, мы прошли столько, вот наш народ вместе, мы прошли такие испытания, что, ну, у нас как бы, ну, наверное, все-таки язык не повернется. Да, есть какие-то, есть, конечно, у нас уусисты, но они не играют у нас никакой роли, в принципе. Они могут там где-то втихаря, там, под чужим именем что-то вбросить, да, и то это. Вот последние вбросы, которые были в интернете, я на своей памяти такого не припомню. Раньше вообще такого не было. Раньше какой-то скрытый у нас всегда волчизм был. Сейчас уже начинает как бы чудо вбросить. Больше, мне кажется, на таком бытовой, на шуточном уровне. Бытовой, на шуточном уровне, да, был, да. Ну, такого сейчас, когда вбрасывают, начинают там бузово оскорблять еще, да, но это уже какие-то провокации пошли, которые, такого не было у нас. И я надеюсь, и не будет дальше, да, этих вычислим. Мы знаем, кто это все делает, поэтому, я думаю, они сами накажут себя. И, но у Мурят это как бы нормально считается, да, то есть сидит, вот я там, звонит, допустим, прямой эфир у нас был, на Бурят ФМ, звонит, прямой эфир говорит, я вовсе такого-то племени. Вовсе краснокожие. Да вот, ну, представьте, я вот, звонит нас кому-нибудь, я вовсе, там, Бергстен, да, или я вовсе, там, эти, Асмут, да, или там, Города, там, все засмеют его, правильно? У них это нормально считается. Потом, не знаю, хорошо ли это и плохо, для них это считается нормально, да, для нас это считается как разделение народа. То есть мы дорожим своей сплоченностью, это единственное, да. У них это как бы такое, я заметил, что как будто они этим особо не дорожат. Вот поэтому у них проблемы, допустим, что бы, допустим, кто бы ничего не делал, что бы ничего не делал, да, там, во власти или что, даже если он будет что-то делать, критики не будет меньше. Но эта критика будет именно с другого клана. Вот сейчас вот восточный, он считается восточным, Цыгенов, конечно, именоволен западный, это у них нормально. Когда были там у западных, прям, пример, министр, там, при Наговице, там какие-то недовольства восточные выражали, да, вот это у них есть. И если у нас там, допустим, вот как, допустим, Басан Бадмежгородыков, да, когда он был, все его ужали, все, у нас не было такого, чтобы кто-то его просто критиковал. Естественно, там были подковерные игры какие-то, ну так у него. А у них нет, у них, что бы ты ни делал, это вот, мне так кажется, я думаю, что многие бурят и со мной согласятся, что действительно у них недовольство будет. Почему? Потому что это клановость, ну просто, мне кажется, душит эту дорогу. А вот какое отношение у них к партии Единой России? Вот, кстати, вот недавно, как недавно, относительно недавно, там, года два назад, проходили выборы в мэрии, и у них начались волнения, как и у нас, так же, да, волнения. И глава, почему потерял, наверное, авторитет, потому что он начал поддерживать вот этого Шутенкова. Ну, я думаю, что, ну, очень трудно в этой политике, я же говорю, что, допустим, если говорить о том, о протестах, то у нас на полумиллионы Улан-Удэ вышло тысяча, да, людей. У нас на статусичную листу вышло 4 тысячи людей, да. У нас протесты, можно сказать, серьезнее были, да, тем не менее. И кто бы там, что, какие бы рейтинги не терял, у нас все равно всегда бывает так, как хочет партия власти. Получается так, да. Но то, что он вышел к народу, хотя мог и не выходить. Да, в отличие, да, как у нас, у нас не вышел. Он не вышел. У нас не вышел. А он бы мог не выходить, и все, все равно было бы так же, да. Но пошел, он хотел поговорить, там, другое дело ему не дали, да. Я далек от того, чтобы его защищать или что-то там. Да, это их внутренние бурятские дела. Но я думаю, что наш не вышел. Наш не вышел. Хотя у нас протесты были серьезнее. А у них вышел. У нас получается нижний народ более спроченный, да, а верхний более такой, он в другую сторону немножко. Конечно. А у нас это и получается. Вы не раз сравнивая жизнь Бурятии и Калмыкии делаете акцент на том, что Бурятия социально-экономическая его ситуация несравнимо лучше. Давайте сосредоточимся на тех моментах, с которыми можно брать пример нашей власти. Например, когда Алексей Цзиденов только отправился в Бурятии временно исполнять обязанности главы, он сумел пробить снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса на 25%. У нас самый дорогой свет в ЮФО, к слову. Для Бурятии цены на электроэнергию – больной вопрос. Потому что соседняя Иркутская область за счет дешевой электроэнергии легко конкурирует со всеми. Добавим к этому Бурятия, как водосборная территория Баркал, ограничена в ряде видов деятельности. Уже сами сказали, что у нас самые большие тарифы в ЮФО, да? У нас не только самые большие тарифы в ЮФО. У нас, мы на первом месте в ЮФО по безработице, мы на первом месте в ЮФО. Далеко-далеко впереди всех по заболеваниям с COVID-19 и на 100 тысяч населения. И много-много чего. Да, мы на первом месте в России по закредитованности, мы на первом месте в России по росту госдолга, да? Только за последний месяц полмиллиарда долгов мы накопили. Маленькая республика, которая по населению в три раза меньше Бурятии. Такие долги, да? За то же время Бурятии 2 миллиарда на национальную библиотеку. 2 миллиарда на национальную библиотеку. Значит, не знаю, сколько там, несколько сотен миллионов на сельское хозяйство, да? Не знаю, как они распоряжаются. Я по библиотеке могу сказать. Она построена. Супер библиотека, которой нет, наверное, за МКАД, точно нету нигде в России. Да? На все там, на цифрах. Высокотехнологичная. Когда поедете туда, это уже один из туристических пунктов будет. Вот реально. Там есть, что показывать в библиотеке. Это уже не то, что библиотека. Это как центр отдыха. То есть, альтернативный центр отдыха. То есть, вы идете не просто там где-то колу попить, пиво попить там с детьми. Вы с детьми уже идете реально отдохнуть культурно. Там есть зал для, виртуальный зал для любителей музыки. Там еще и прочее. Ну, очень много. Там надо смысл смотреть, да? Там даже все предусмотрено для инвалидов, да? То есть, людей, которые с ограниченными возможностями. Все там на специальные, если какие-то там подъемники, что-то такое, да? Пожаробезопасность там какая-то там суперсовременная. В общем, есть такие вещи, которые... Ну, действительно, в России таких нет. Вообще, Россия должна быть вся такой. Мы должны из Читалин переходить уже к таким библиотекам. Тем более, с такими нефтяными, газовыми и прочими запасами, да? Вот они что сделали. Я когда министр культуры в Бурятии сказал, вот прям сказал так вот, на открытии библиотеки, я сказал, а у нас бы украли. У нас бы этого не построили. Потому что у нас воруют в 70-80%. У нас водохранилище, которое официально за 300 миллионов... Это даже не библиотека получается. Это получается один из самых важнейших ресурсов. Это важнейший, важнейший. Да, важнейший даже ресурс. Для нас, где у нас нехватка воды, для развития экономики нужна вода. И это водохранилище, там по официальным данным инкриминировали 300 миллионов пропало. Но я слышал, 700 миллионов пропало. Ну, выделяли, говорят, 6 миллиардов. Да, но ничего не построено. Ничего. Возьмите вот этот комплекс откормочный. Его же тоже ничего не сделали. Сейчас там какие-то шевеления идут, какие-то что-то. Но несколько лет назад, когда его строили, там 6 миллиардов пропало. Экономически он не выгоден. Даже его восстанавливают. 6 миллиардов пропало. Это, ребят, ну как... Сейчас там бурят, конечно, многие недовольны. Они по праву недовольны. Потому что у них тоже хочется им какое-то развитие сильнее. Но если сравнить с Калмыкией, конечно, они далеко вперед ушли. По крайней мере, у них так деньги не пропадают. У них тоже, может быть, есть проблемы с... Естественно, воруют, наверняка. Как и везде. Но не так нагло, как у нас. У них что-то делают. Проекты делаются, то они доводятся до конца. Они доводятся до конца. Вот, по крайней мере, прецедентами, как я смотрю, я не хочу его хвалить, но я говорю то, что есть. Назовите хотя бы один проект, который не доведен до конца прецедентами. Те же на вертолетный завод у Лондонской. Инвестиции пришли какие-то. То есть, они научились заводить деньги в республику. Как они ими распоряжаются, надо еще смотреть. Но, по крайней мере, лучшим у нас однозначно. Но у нас за последние полтора года ноль инвестиций. Ноль. В графе инвестиций у нас ноль. Хотя Хасиков при выборной компании говорил, что он всех знает и деньги подвются на рынок. Всех знает. Всех знает Циденов, который работал заместителем федерального министра, министра транспорта. Вот он тогда наработал какие-то связи. Он там может себе позволить что-то говорить такое. Но он такого не говорит. А у нас только на ринге был, извините. Он в верхах нигде не крутился. Как кому? Ну, я тоже знаю. Я тоже всегда знаю. Я в детстве взял все наше политбюро ЦК КПСС. Она в школе у нас висела. Я их тоже всех знал. Ну, а чего толк от этого? Ну, я тоже знаю Белла Клинтона, знаю. Всех я знаю. Мы всех их знаем. Ну, это, ну, давайте реально какие-то вещи смотреть. Инвестиции. И мы уже назвали все цифры, которые мы говорили. На каких мы местах в ЮФО, в России и прочее. По загредитовности, по госдолгу и прочим-прочим местам. И при этом инвестиции ноль. Тут даже, как бы, мне неудобно проводить какой-то сравнительный анализ Бурятии. Вот, честно говорю, неудобно, потому что мы, извините, далеко-далеко внизу. Там какие-то дела хоть делаются. Да, там народ недоволен. Я еще раз говорю, по праву недоволен. Я всегда им местным СМИ говорил в интервью, что необходимо всегда быть недовольным. Потому что, ну, власть не должна спать. Но то, что у них делается, это и делается. Тоже по националке, я вам говорю, что... Я потом дальше расскажу, что по националке делается. У нас даже рядом не стоим, к сожалению. Хотя у них тоже есть недовольные, которые говорят, что мало делается. Я говорю, это здорово. Когда есть недовольные, что мало, я говорю, молодцы, ребята. Там у них развитие сейчас бурятского языка пошло. Вот реально буряты стали больше говорить на родном языке. Больно. Ну да, я в интернете видел, он там посмотрел на проекте. Я в Оланды едешь, там где-то в маршрутке бурят, молодой разговаривает на бурятском. У нас такого не услышишь, чтобы на коломбийском языке был. Молодой человек в день в маршрутке. Потом передачи какие интересные. Я смотрю по телевизору передачи, ведущая бурятка. И все урсмут сидят, да? Русские. И все они по-бурятски говорят, ведущие. То есть они нашли бурят, которые русские по-бурятски говорят. И смотришь, и мне самому захотелось бурятский учить. Потому что там русские знают бурятский. Я тоже хочу. Это же тоже подвигает народ на изучение родного языка. Потом у них сейчас клипы интересные пошли. Когда человек заходит в магазин и начинает что-то там смотреть, покупать. И все это на бурятском объясняет. И еще идут титры. То есть человек уже, ну, вот это хлеб по-бурятски. Потом он заходит еще куда-то. Там уже, ну, другую тему, да? Вот интересные вещи такие, находки. Потом по радиопередаче какие-то интересные бывают. Ведущая бурятка, ребенок маленький совсем, годика три. Буряточка на родном языке там общается. Там детская передачка какая-то тоже, да? Детям тоже интересно. То есть там у них вот как раз отличие между Калмыкией и Бурятией в поддержке родного языка в том, что здесь у нас родной язык популяризирует только люди, которые, ну, грубо говоря, сами родились за него. У нас это на несколько... У них все от власти идет, кстати. Вот, кстати, у них от власти... Вот что интересно. У нас здесь идет снизу, а наверху мы никакой поддержки не видим. Какие-то круглы-столы проводятся, да? Причем на русском языке все круглы-столы, да? Значит, еще что-то, да? А у нас в основном пытаются делать просто вот люди с улицы фактически, да? У них наоборот. У них наоборот люди с улицы как бы, а, и ненужные было, да? А у них власть начала это все. У них, допустим, сейчас... Как радио «Бурят-ФМ» 24 часа на бурятском языке. На бурятском? На бурятском языке, чисто. Они для меня только сделали исключение, чтобы я историю калмыки рассказал на русском языке, да? Я же на бурятском языке не смогу. И очень интересно это было. И они даже вот концепты решили поменять где-то что-то даже по истории Бурятии. Но у них это проходит все по диалектам. Если у нас наш язык-то... В принципе, ну, да, там... Немножко, да. А у них там диалекты сильно отличаются. Поэтому по диалектам идут. Один диалект, второй диалект, третий диалект, да? И у них вот единственный спор какой? По диалектам разновать язык? Или сделать один какой-то общий, да? Классический, да? Поэтому вот такой спор идет. Я говорю, ребята, ну нам бы ваши проблемы, да? Я бы сейчас согласен, хоть на любом диалекте у нас молодежь говорила бы, да? Хоть на каком? Говорите, да? Ну, лишь бы. У них совсем другая проблема. У них проблема уже как бы не только, скажем, развития, а у нас хотя бы его удержать, сохранить. Вот в этом бы... И то, что... Я готов с полной ответственностью заявить до этого метода, до Циденова, до Саима Дагаева, Министерской культуры. Не было такого отношения к национальной культуре, к национальному языку Бурятии. Не было. Я могу с любым представителем любого клана Бурятии в прямом эфире поспорить на эту тему. Я со стороны все это вижу. Я вижу, насколько больше стали по-бурятски говорить. Чтобы перестали стесняться своего языка. В городе, по крайней мере. В челах-то говорили, а в городе уже молодежь не считали. Отсюда делаем вывод. На примере Бурятии, чтобы у нас здесь, в Калмыкии, начали говорить на родном языке, все должно платить сверху. Однозначно. Никак не снизу. Однозначно. Снизу это любительский спорт, да? А сверху это уже профессиональный спорт. Но верх должен быть профессиональным. То есть национально ориентированным. То есть понимать значение сохранения калмыцкой культуры в условиях глобализации. В общем, Бурятии понимают. Всем не объяснишь, для чего нужно развитие национальной культуры? У нас очень многие русские понимают, что чтобы сохранить Россию, нужно сохранять каждую национальную идентичность, чтобы противостоять этой глобализации. Глобализация подразумевает исчезновение всего национального, в том числе и русского, и прочего. Мы можем в этой империи сохраниться, и эту империю сохранить, только лишь в условиях национального самосознания. А для этого нужно развивать культуру, язык восстанавливать. Бурятии это понимают, это делают. Реально делают очень серьезно. Что бы там ни говорили, там, Циденов, Счетинской области, в смысле, Забайкальского края, там, Балдыр, да, там, Метис, да, напомню. Ну, извините, Балдыр приехал, и у них пошло развитие бурятского языка. Кто бы, да даже самые большие критики могут, да. Они могут, единственное, что говорят, что недостаточно. Вот у них сейчас критика идет, недостаточно. Потому что они не могут сказать, что этого нету. Потому что они не имеют такого права сказать, потому что все видят, что это есть. И реально, я поэтому говорю, я очень, я говорю, я в этом плане, да, я в курсе, наверное, Максим, да, я в приватных беседах об этом говорю. Какое у них развитие националки идет, и какой у нас застой. И мы стоим на месте. Без власти никак. Это должны заставлять. У нас вроде говорили, я сейчас слышал, слух какой-то был, что вроде мэрия приняла двуязычие в афишах, да? Ну, я не знаю. Ну, я что-то, я не знаю. Было, не было, никто этого не знает. Слушайте, если решили принять, оно должно уже сегодня быть, завтра быть. Уже все должно заставить. Это легко можно делать. Потому что наша молодежь могла... В Бурятии где-то есть. Я в Бурятии, ну, тоже мало. Кстати, им тоже надо больше делать. В Адыгее, 15% вадыгейцев живет. Ну, там и на двуязычие везде тоже. Ну, почему в Бурятии такое больше не сделать, допустим? Да, но они это могут сделать. Они не могут себе позволить. Мы тем более можем себе позволить. У них там 30% бурят в Бурятии живет. А у нас в Калмыкии... У нас... Почти 70%. Да. А у нас в Калмыкии большинство Калмыков живет, да? Как бы там ни было. Во-первых. Во-вторых, у нас еще... Ну, что греха таить? Мы хозяева. По-любому мы решаем вопросы все. Внутри Калмыкии. Это нам никакого сопротивления не будет, если мы там, допустим, двуязычие там ведем или что-то такое. Правильно? Ну, мы почему-то не торопимся. Мы ничего-то не делаем. Тем более, в теплом у нас все... У нас все это... Конституционные права наши есть. И в России все есть. Все прописано. Да. Бурят этим пользуются, а мы почему-то нет. Здесь вопрос тот как раз по поводу кадровых назначений. Вы знаете, что у нас проблемы как раз таки с кадровыми назначениями у Хасикова, да? Хасиков назначает непонятно кого, непонятно куда, непонятно для чего. Непонятно откуда. Непонятно откуда. Они сегодня все приходят, работают, непонятно что сделать. За целый год ничего не сделал. Тогда, если мы уже все полностью в политику углубились, давайте как раз поговорим о кадровых назначениях Бурятского главы и кадровых назначениях Калмыцского главы. Мы здесь видим, что в течение года, уже год скоро, да, будет как Тасиков? Полтора. Ну, полтора. Потом систему назначили, потом мы его выбрали, типа мы его выбрали. И вот за эти полтора года этот человек полностью поменял свою команду, привел свою батутин. И в итоге ничего не сделано. Кадровые решения же Цеденова немножко другие. Вы вообще знакомы с министрами Бурятовым? Ну, я же говорю, я министр культуры, знаю, там, знаком с главой аппарата. Ну, и, кстати, глава аппарата правительства, администрация одно лицо. Значит, ну, знаком там. Я хочу сказать, что у них, допустим, Цеденов провел конкурс и отбор. То есть, у них был конкурс. Я не знаю, я не могу вдаваться в подробности. Честно там все было, нечестно, да, ну, по крайней мере, это было. То есть, на какое-то конкретное место преднедавали несколько кандидатов, да. Кто-то прошел, кто-то не пошел. Он, естественно, обижен и есть, там, я не знаю. Но факт сам был. Конкурс и отбор. То есть, каждый, вот, как выборы, да. То есть, каждый мог себя показать народу, кто я и что я сделал, да. Представит. Да. А тут нам, перед фактом ставят. Троицкий. Там министр чего-то там. Да, министр экономики, да. Премьер-министр. Зайцев. Зайцев, да. Откуда-то непонятно. Взяли, привезли. Вот вам, товарищи. Мэр из Донецка. Мэр из Донецка. А потом этот, как ее, первый вице-премьер, как ее. Я даже фамилию не знаю. Не помню. Шварцман. Шварцман, да. А ее тоже, вот вам, калмыки, вот вам ваш вице-премьер, да. Вот такие вещи у нас происходят. Есть какое-то сравнение, извините меня. Нет никакого сравнения, да. Там люди недовольство выражают какое-то. По праву, не по праву, да. Ну, они ближе знать там кто-то. Естественно, там есть пришлые, которых привел с собой Циденов. Естественно, он долгое время в Москве трудился. Естественно, он, наверное, на кого надеется, того и привел. Тем более, в условии такой махровой клановости, там свои люди всегда нужны будут. Да, всегда. Ну, которые, чтобы спину прикрыли. Правильно он сделал, неправильно. У него наверняка тоже есть ошибки кадровые. Наверняка есть. Потому что, все-таки, наверное, не такой опыт регионального руководителя, да. Ну, а здесь говорить о чем-либо, когда человек с рингом приходит сразу в политику, когда никогда не руководил даже двумя людьми, никогда не был. Даже ЖКХ у него, даже ЖУ не руководил, даже двумя людьми руководил целый регион. О какой кадровой политике можно идти речь? Он может набрать себе хорошего ученика в хикбоксинге, да, он может еще кадры какие-то выбрать, да. Но не в экономике и прочее. То есть, ни о какой кадровой политике у нас речи и быть не может. Там что-то есть. Там он ведется, там, по крайней мере, он хочет показать свою демократичность. И вот дает такой конкурс, да, на замещение этих... У нас только об этом и даже и речи нет. И единственное, что всегда говорил, там, его рядом всегда говорил, у Циденова есть такая ошибка, ошибка, не знаю, есть одна слабость такая, минус. Он слишком мягкий, мне кажется. Вот у монгольского народа лидер должен быть... Чуть жестче, чем все остальные. Жестче. Он должен знать, идти к своей цели четко. У нас понятно, он не знает, к какой цели он идет, и понятно, да, он растерян. Но ему, мне кажется, даже неинтересно это все, даваться эти подробности. Он был кайфанат, он думал, просто там сидел. Поэтому никакой жесткость он может на ринге показать, да. Но калмыков, конечно, среди калмыков жесткость показать тяжело, да. Тут у нас народ своеобразный, да. Тем не менее, если личность авторитетная, если личность знает, чего добивается, он где-то должен жесткость, не жесткость, а жесткость проявить, в отставании своей позиции, народ его зауважает. Да, по-любому где-то что-то, да, если он тем более все делает правильно и грамотно. И все для республик. Цидену не хватает, наверное, этого. Он должен немножко быть пожёче. Вот он же тот, он решил выйти когда-то к народу, к людям. Когда его свистали туда-сюда, да, там, ну, да, может быть. Ну, по крайней мере, он смелость свою показал, он вышел. Ну, может быть, это надо было немножко пожёче. Может быть, даже стоило вызвать на разговор кого-то из активистов, там вот на прямой эфир рассказать, давайте пообщаемся, давайте в прямом эфире. Ваши предложения. Да, да, в прямом эфире и там туда-сюда. Ну, собственно, мы, когда здесь были митинги осенью, точно так же обращались к Бату Сергеевичу. Мы просили его выйти к нам. Рассказали. Проигнорировал. Да, он нас проигнорировал. А тут вы... Придомство, он спортсмен, боец. Ну, одно время там биться с кем-то, а другие к народу выходить. А у нас таких бойцов в толпе сколько стояло? Ну, да. Так, вы сами были советником по инвестициям и хорошо понимаете, каких трудов стоит их привлечь. Ну, начнём с того, что я у Зотова был советником на общественных началах по инвестициям, потому что я тогда в то время находился в Монголии и жил. И, естественно, они меня просили кое-что, допустим, прозондировать почву по Монголии. Я говорю, вы дайте мне статус, потому что я без статуса и не могу заходить никуда. Они говорят, ну, давайте советник по инвестициям пойдёт. Я говорю, пойдёт. Хоть какой-то... Ну, на общественных началах. Так что я так особо не работал на эту тему. Но, тем не менее, я могу сказать, что я в Монголии, мы говорили, на эту тему много общались. И сейчас общаемся, кстати. И инвестиции, это вам... Макс, давай нам кому-нибудь пару миллиардов, знаешь, так не получится. Люди деньги считают, люди цену к деньгам знают, люди ищут интерес. На этом уровне должен разговаривать компетентный человек. Сам понимающий в инвестициях, в экономике, в финансах. Но не будет с собой, люди разговаривают, имеющие возможность привлечения денег, не могут с собой разговаривать, когда видят, что ты, ну, извини, лапать. Ну, не будут. Неинтересно. Вот отсюда и 0% у нас, 0% инвестиций. Вот отсюда. Потому что, ну, некому разговаривать. У нас нет в этой... Dream Team, нет вообще ни одного человека, который бы этот Dream воплотил бы в жизнь. Да? Потому что, ну, уровень такой. Подход такой. Для этого нужны профессионалы, как и везде. Я еще раз говорю, опыт, цедент. Я всегда говорю, у них разница такая, что наши чиновники пришли воровать. Они не пришли работать. И когда пошли народные волнения, они всегда задавали, а что вы тогда молчали? Почему вы им там ничего не говорили? То есть, они говорят, вы почему нам не даете, грубо говоря, просто воровать? Да, вот они воровали, вы им дали, а мы тут пришли, а вы нам не даете. Им не понять, что народу надоедает. Народ надеялся на них, что наконец-то вы придете, что-то сделаете. Но народ уже увидел, что вы ни хрена, извините, ничего не делаете. И вот это уже всплеск был. Понимаете? Это же не может продолжаться вечно. Это даже в той же Белоруссии поднялись, там еще где-то поднимаются люди. Это же не просто так, это надоедает людям. Правы, неправы, там какой-то там. Запад, поляки там отработали. Да, они отработали, они делают свое дело, они свои интересы государственные. Зачем там Белоруссия, конкурент, союзник России, который выпускает чуть ли не треть грузовиков. Да, во всем мире. Зачем нам такой конкурент? Они одному конкуренту прибили, металлургию шахтеров этих украинских. Теперь надоеду Украину. Они делают свое дело и правильно делают. А вы что делали? Вы же довели до этого состояния. А почему народ пошел на улицы? Попробуйте в Швейцарии сейчас вывести людей против власти. Они скажут, да иди, что это дураки что-то. Вот в этом плане надо понимать, что терпение народа не вечно. Поэтому как раз люди и вышли на улицы. И еще раз говорю, что там выходят, наверное, тоже есть причины. Но тысячу человек не вышло бы просто так, да? Есть, конечно, причины. Я не буду сказать, что это вот из-за хлам новости. Нет. Естественно, они недовольны какой-то политикой. Естественно, нет. Те же приезжие, которые у Светяновой есть, там тоже, наверное, многие местные недовольны этим, да? Ну, все равно, да, пользуются теми же политическими приемами, что и пользуются в России. Конечно, да. Но, ну, еще раз говорю, кадровые решения, результаты. Миллиарды заходят, к нам ноль. Другое дело, как они их используют, ну, извините, на миллионную республику почти, ну, наверное, немножко тяжелее нам все-таки, да? Но, по крайней мере, еще раз говорю, у них так нагло не выруют, как у нас. У нас же все почувствует. Все почувствует. А у них что-то строят, у них там не делают. Конечно, возможно, нужно, не знаю, какой-то толчок, какой-то экономический, да, сильный, да? Это можно сделать, но если туда завести очень большие деньги. Кстати, большой плюс Светяновой, что он сумел, сумел пролоббировать переход Бурятии в Дальневосточный федеральный округ. А Дальневосточный федеральный округ, что? Финансируется уже по-другому. Немножко по-другому, да, там уже другие деньги. Намного другие. И сейчас уже заметно по Улан-Удэ, у Улан-Удэ строятся там высотные дома, такого не было. В 19-м году, когда я приехал, мне сами буряты говорили, что посмотри, сколько кранов стоит в Улан-Баторе, строящихся, а у нас один кран на весь Улан-Удэ был на 450 тысяч населенных. В 19-м году это было. Один кран был, то есть один дом строился тогда. А в Улан-Баторе стройки сплошные были. Сейчас я скажу, что в Улан-Баторе так же и строится очень серьезно, очень серьезно. Но в Улан-Удэ тоже очень серьезно сейчас строится. Там высотки поднимаются прям как грибы. Вот в этом плане тоже большой плюс. Они перешли в федеральную округу, где денег намного больше, куда внимания правительственного округа больше. Это тоже... Но он же нигде не говорит, что я там всех знаю. Молча перевели и все, сделали нормально. Многие, наверное, там бурятники так и не поняли, а чем мы сюда перешли. Вот для чего и перешли. Потому что там финансирование совсем другое. Дальнестрочный федеральный округ. Совсем другое финансирование. У нас же можно только говорить, я всех знаю. Вот во время выборов главы республики вы посетили дебаты в дискуссионном клубе ВТФ. Кстати, а что такое ВТФ? Немного расскажите. Где выступали бурятские политики, в том числе и оппозиционеры? Чем отличаются от коммунских политиков, кстати? ВТФ не знаю, что какой-то форум там. В общем, перед выборами президента России, где-то было в 18-м году, по-моему, в марте. Я посетил в феврале, там собрались представители вот этих филиалов партий, отделений партий в регионе. То есть ЛДПР и прочие. Системный оппозитор. Да, Навальный, представитель Навального был, молодой парень. То есть, да, там... Что интересно, что поразило. Они там обнимаются, братан, здорово, как дела там. То есть, да, как только камеру включили, они там непримиримые противники, да? Ну, мне интересно было там, думаю, ничего себе... Да, да, посмеялся немножко, там еще написал даже пост на тему «Азия, Раша». На сайт местный Буряцкий там опубликовал, да? То есть, ну, честно сказать, для меня это было неинтересно. Для меня это как подстанова была, да? Ну, плюнул на нас. Ну, обнимаются, а потом друг друга там по программам мочат, да? Как это? Еще с такими лицами там серьезными, да? Поразил меня, конечно, там один Бурят молодой, вот он, красавец вообще в этом плане, да? Вот такая вот конкретная классика вот будущего чиновника. Он представитель, помните, на России будет. Вот его, если послушать, зря я не записал. Классика. Вроде говорит о чем-то, но ни о чем. То есть, ничего не обещал фактически, да? Короче, ну, как вот бюрократ чистый. Это надо было просто послушать. Но это я все отметил тогда в своем материале. Ну, если сравнивать с нашими политиками, ну, а что, вы не видите, что ли? Кто-нибудь из них вышел с народом на площадь? Ну, наш, наверное, не знает, что такое политика. Они знают. Они знают только, наверное, что такое это, как бы там еще. Как бы свои интересы пролоббировать, да? Ну, вот сейчас вот смотрю, там, представитель, по-моему, Восправедения России, кто-то там, Бурят, наезжает на министра внутренних дел. Прямо, ну, и в парламенте. То есть, у них такие вещи есть. То есть, не как у нас, да, парламент там приходит, там что-то для проформы, там, Казачко сидит, там всех затыкает, да? То есть, там есть возможность у депутата, народного депутата. По крайней мере, я видел видео, когда вот этот товарищ, который я его увидел на этом ВТФ, он наезжал на министра внутренних дел. То есть, депутат может себе позволить такое. Причем, он говорит, я понимаю, там, что мне что-то там грозит, но я не боюсь там типа того. У нас тоже иногда там что-то казачку может кто-то выразить, но я не видел, чтобы кто-то определил министра внутренних дел или прочее, 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 прочее. Ну, как будто еще за что-то, если было бы, да? Тем не менее, какие-то вещи есть. Но если сравнять политику, политиков их и наших, то я не знаю, вот я бы их не сравнивал, честно. Вот наши, чего их с наших сравнивать с политиками? Их я так особо не знаю. Я, говорю, этих молодых видел представителей отделения партии. Ну, не впечатлили тоже меня абсолютно. Вам удалось посетить эгитуйский датан, святыню Зандамжу. И поклониться буддийской святыни, считающей первой в истории статуи Будды и единственным прижизненным изваянием основателем одной из самых древних легендингов. Можете чуть-чуть подробнее о них? Эгитуйский датан находится вот 30 километров примерно от ОНД. Я там впервые побывал в 19-м году в Базилии. А вот второй раз побывал в 18-м году как раз попал на Законцар. Сагалган называется у Бурят. И я посмотрел, как там отмечают. То есть, это действительно святыня, это очень долго рассказывают, как она попала в Бурятию, но она это при жизни еще у Будды было сделано. И Будда еще предсказал, что эта статуя пойдет на север. Она там оказалась. Я так понимаю, что ее туда подальше спрятали, когда из Китая вывезли грамотно. Когда в Китае были какие-то восстания, там, боксеры. Круто, естественно. Нет, восстания боксеров, вот начало 20-го века. Там каким-то образом вывезли буряты, вывезли сюда эту статую. И, видимо, впадали от границы, за 30 километров туда, от 2 молодые даже, ну, в египетическом статусе спрятали. И вот сейчас она там находится, и там действительно, вот это одна из святых, я по радио Бурятия Фома об этом говорил, что она вот объединяет нас, айратов и бурятов, потому что первыми в Пекине в буддийском храме были священниками, которые, кстати, вот где этот Зонтан-Жу находился в Пекине, это были айраты, айратские ламы были. А потом, с устья века, она попала вот в Бурятию уже, да, то есть буряты вывезли оттуда. То есть, видишь, кармическая связь. И когда вывозили, там, ну, буряты эту историю рассказывали, мы даже в прямом эфире общались на эту тему, да, это интересует история, но это отдельный разговор, не буду об этом говорить. И там, под этой, что там в Пекине, когда она стояла, когда айраты были, что здесь в Бурятии, там можно ниточкой провести под, между ногами Будды и на чём он стоит. Он как будто, как будто впарит. вот так проводится. То есть, это не просто. И я когда-то мыл, что меня поразило. То есть, нет соединения? Нету. То есть, что она как стояла там в храме, где айраты были в Пекине, что у бурят. То есть, это действительно святыня. И когда, тоже кармическая связь, тоже не случайно туда попал. И мне понравилось то, что мы привезли на Сан-Цар, 40 было, минус ночи, под утро. Они под утро все приехали туда с разных сел, руководство района подъехало. Все, от руководства района до простых, все в националке. Все в националке, национальной одежде, пришли на молебен, всё как положено. нам тоже надо это вводить. Национальную одежду на наши религиозные и прочие национальные праздники. Так, теперь, в чем отличие? Один из самых, наверное, главных праздников монгольских народов, это Цаган-Цар, Салял-Ган, как у бурятов. Назовите, пожалуйста, отличие и сходство. В чем же все-таки отличие, как справляют, например, Цаган-Цар у нас сегодня? Не как раньше справляют, а как сегодня справляют у нас и как сегодня справляют у Бурятия. Ну, я скажу так, что у нас, в Монголии это то же самое, у нас это как больше семейный праздник, да, в Бурятии, наверное, тоже. И как бы, да, в Монголии, допустим, это вообще, в Цаган-Цар, ты должен посетить всех старших родителей обязательно. Нынешнее отличие, наверное, в том, что мы можем, возможно, ну, у нас борщики делают, да, там тоже можем борщики делать, ну, я в Бурятии не видел, что борщики делали, там еще, как бы, у меня так, ну, еще вот, мы вместе все это в храмах проводим, да, там, допустим, на молебнах, ну, как везде. Различие, хочу же говорить, там в националке, в Калмыкии нет, а там массово, что в Монголии, что в Бурятии, в националке, да, в национальной одежде все, да, в положенном, в Саган-Цар. Да, 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 у нас тоже, у нас, у нас должно показывать то же руководство. Руководство республики, все министры, все должны это один раз одеть, все будут одевать. У нас такого просто не делают, я не знаю, почему, национально, какого-то нету достоинства, национально ориентированности, что ли, я не понимаю. Давно же просто, может быть, может, денег не хватает жить. Может быть, они считают, что костюм отковали намного интереснее, чем... Ну, наверное, там, ну, извините, на саган-сар-то можно одеть. И надо вот это, мы давно об этом говорим. Потом отличие, сходство в том, что в эти праздники мы стали меньше пить, все. То есть, мы уже понимаем, что в эти праздники им пьют. Монголия, понятно, они ездят по гостям, там, не до пьянок, да, к родителям, да, к родителям, к старшим обязательно надо поехать. У них пробки, у Анбатери, в саган-сар-больше, чем в будние дни, потому что все едут всех посещать. У нас тоже, да, у нас вообще стали меньше пить, несмотря на экономические проблемы, все у нас почти мало, тем более молодежь, ну, другие направления, то есть, пространство чистится. В Бурятии то же самое, да, ну, хотя в Бурятии больше, чем у нас, выпивающих, там, ну, визуально. Тем не менее, на саган-сар, уже меньше, там, как бы, тоже, как бы, да, понимают, люди начинают понимать, что это праздник религиозный, такой, с чистотой связанный, там, что-то новое, ты набухался, ну, и что-то в новое будешь входить, в новый цикл будешь ходить с спиртным, что ли, с шумом, с особой тащить вместе с алкоголем, что многие понимают, кто-то не понимает. В этом плане, да, ну, я еще раз говорю, вот, когда мы начнем в национальной одежде, понимал, тогда у нас будет полное сходство у всех. То есть, у них в националке, у нас нет. Ну, в этом году, например, глава районов пытались одеть национальную одежду, но, почему-то, в большей части, мало кто объяснил, различия тюркского халата от Крамовского. Да, вы видели, фонографию, всем знаменитые, они были в тюркских халатах. Да, именно в советское время были у нас худсоветы, которые определяли, правильно, неправильно, действительно, это не наше. Вот сейчас, допустим, сегодня, допустим, кто-то спрашивал мужскую калмыцкую шапку у Ланзавата с орнаментом. Ну, с орнаментом у нас женская только. Это тюркские, мусульманские шапки с орнаментом могут быть. Тюркские у нас не было никогда. Вот такие вещи у нас, не зная, надо вот это, худсовет, который определяет, что вот эти калмыцкие костюмы, вот это нет, это очень легко делается. Это делается, когда есть национальная ориентированная власть. Когда она есть, это делается очень легко. Ну, когда это нет, не доходить, ну, дело до этого нет, это неинтересно. Ну, зачем им это нужно? Тогда это все так получается. Даже если руководители Родина вы это захотели сделать, честь им хвала. Ну, ребята, давайте сделать все-таки поумин. Поинтересуйтесь, поинтересуйтесь, как это правильно, что вы-то одеваете. Давайте еще, там, чалму оденьте, еще такое. Ну, некрасиво же. Надо же действительно сделать, надо создавать хоть совет из какой-нибудь там на общественном чалах, из деятелей культуры, ответственных таких, да, которые будут же это определять. Говорит, это не наш костюм, это не наш халат, это не наш, даже орнаменты могут быть не наши. Но стремление само, это делается очень быстро, в принципе, по этому случаю. Ну, как вы сказали, нужна национально-ориентированная власть. Да. Чего сейчас нет. Чего нет. Вы писали о посещении спектакля «Ветер минувших перемен», сюжет которого основан на реальных событиях. Школьный учитель Бурят, Уржин Гармаев, ставший впоследствии генералом Квантунской армии, казненный в СССР и реабилитированный примерно в 92-м году. Возможно ли в Калмыкии поставить спектакль о героях гражданской войны, воевравших на стороне белых? А у нас их много. У нас есть? У нас девичья честь? Ну, девять участия, да. Кстати, да, есть. Девять, это очень классика. Очень крутой спектакль. Вот о чем мы речь. У нас есть такие. Мне понравился спектакль этот, там тоже они с этой темой обратились, не боясь уже, наконец-то, буряты перестали бояться, что кто-то там что-то скажет. Раньше боялись, да. Вот, пожалуйста, вот вам новая власть. При них ставят такой спектакль. Раньше мы боялись, ой, он же ведь был генералом пантунской армии, да, а как же буряты, а как же что-то скажут. А ведь и поставили, не бояться, значит, вот вам доказательство, то, что эта власть как национально ориентирована в какой-то номере, да. Я был на этом спектакль. Очень понравилось. Тяжелый с одной стороны, да, ну, нам понятен, мы сами репрессиями подвигались похлеще, чем буряты, правильно же? Но он так поставлен, что выходишь легко на душе. То есть, он тяжелая судьба, а вот выходишь, такого нет, что прям вот убитый горем, там, чем-то такое, да, нормально, очень хорошо поставили вообще. Это трудно передать, надо сходить на спектакль. Мне понравилось. то есть, этот человек, который бурят, он посчитал советскую власть не своей, то есть, там начали же проликтивизировать, против прочего, он ушел в Китай. И потом, когда вот Япония сюда пришли, он там стал генералом контунской армии. Ну, когда его судили, его казнили, а реабилитировали, так как он не был гражданином СССР, его не имели права как бы казнить, ну, как бы, не знаю, казнить и казнить, по крайней мере, не имели права его судить как предателя. Он гражданин другого государства. Поэтому он как военнопленный должен был быть и все. То есть, еще один вопрос. Для кого-то это просто спектакль, а для кого-то это просто, я заметил, что, я сказал со стороны, наконец-то буряты перестали бояться, ой, там что-то скажут. Вот это достижение нынешних руководителей, я считаю. В том, в этом плане, да, то есть, они не боятся, что там что-то скажут. И это правильно, потому что, еще раз повторюсь, только в условиях глобализации, в условиях особенно, когда такой серьезный сосед рядом, полутора миллиардов, только национальное самосознание может быть ключом к спасению. Вот и все. Поэтому правильно все делается. Перед началом в фойе работала выставка архивных документов, чтобы зрители смогли проникнуться духом того времени и представить всю его сложность и неоднозначность. Вы тоже смогли увидеть подлинные исторические документы и соотнести их с произошедшим на сцене. Какой спектакль калмыцкого терактора мог бы пойти совместно с архивом республики? Как вы думаете? Да у нас любое. У нас с закрытыми глазами ткни, у нас везде любое событие, это историческое, любое оно достойно сценической постановки. Любое. У нас реально это хорошая была находка, когда перед спектаклем заходишь в фойе театра, а там вот эти архивные документы, идешь и просто смотри, читаешь и примерно действительно духом того времени пропитываешься, что ты уже заходишь на спектакль, понимая примерно суть, о чем того время, что это было. Одно дело, ты актера на экране, ты фотографии видишь с того времени, можешь себе представить девять. У нас тоже можно это сделать. То есть, было бы неплохо даже, если бы Манжиев Борис Наминыч перед показом девичьей чести уделил бы внимание. Вот с архивом в нашем договориться, допустим, может кто-то из родственников там, у кого там белые за границей уехали, могли принести свои там, то есть, можно было фотографии иммиграции там туда-сюда, ну, очень много, да, там у нас богатая иммиграция же в этом плане исторически богатая иммиграция в этом плане. Поэтому можно было это все сделать, люди пришли, особенно молодежь посмотрел, о, что для иммиграции. Да, да, молодые посмотрели, о, а что наш полк, а что наш полк оборонял погрузку белых в Атлере, а что второй другой наш полк оборонял погрузку белой армии в Новосибирске? Это не вымысел, а вот это вот оно есть, то есть, да, наша молодежь не знает этого? Сегодня, потому что молодежь, вот как вот сегодня показывают молодежь максимум стоит для этой истории. Сегодня мы отмечаем 100 лет автономии и при этом забываем, что 101 год назад мы уничтожали друг друга. Нет, ну как это можно сказать 100 лет автономии? Если уж говорить 100 лет автономии, если говорить об автономии, то она официально 1164 года, когда русское правительство признало калмыцких ханцев составилось, вот это автономия. Получается, Ларри, если ЦДНО поставили там поднимать Бурятию, то, если судить по той же логике, Хасикова поставили сюда разрушить. А что, не видно? Вот в этом у каждого вот это большая то есть в этом, как сказать, я думаю, что какие-то партии там на федеральном уровне есть какие-то партии, которые за разрушение, которые за это, да, что-то там борьба какая-то идет, мне кажется, да, и допустим, если кто-то его сюда поставил, то может быть, очень надеюсь, что другая партия, которая понимает, что надо развивать, победит, да, и все-таки будут какие-то перемены. Там видно, что реально задача поставлена поднять, как бы там ни было. Почему? Потому что, ну если бы была задача похоронить Бурятию, ну не привезли бы федерального замминистра, Бурята туда, а привезли бы какого-нибудь опять же с Томска, ну или Дегтярева. Нет, с Томска привезли бы этого какого-нибудь славомиста, да, или такого типа. Ну, поэтому вот в этом и большая вся большая разница. И то, что кто бы что ни говорил, я не знаю, правда это или неправда, но то, что мы набуляем со сырны, так и есть. Бурятию просто так не переведут в дальневосочный округ. То есть, он лоббировал интересы. Если хотели бы потепить, да не, ребят, сидите на своем месте, не рыпайтесь, утоните в своем Байкале. А тут идут навстречу с Эденовым, да? То, что он свою лоббирует, он лоббирует, деньги дают, все дают. Значит, умеет человек работать, ну в смысле, в том плане, что у него задача есть, и он ее выполняет. И я очень в этом плане очень рад за них, что у них что-то получается. Особенно в национальном плане, особенно, что Бурятам очень даже необходимо сейчас. Вот вы смотрите, этой зимой вы оказались на открытом совещании правительства Бурятии. Открытое совещание правительства Бурятии. Вы калмык. А там любой мог зайти. Особо не являетесь, ну я же говорю, вы особо не являетесь там, нет у вас там какого-то чего-то и вас пустили. Вы там находились, вы там даже дали интервью журналистам. Так там все заходили. Там в Большом дворце спортивном проходило, где, ну как у нас, аэрод-арена, ну примерно такая же вместительность. Сколько у нас тут? Две-три тысячи. Да, там примерно столько же. Любой желающий мог прийти, сесть бесплатно и слушать. Отчет Цыгенов и правительства. Каждый выходил к сцене, его же крупным планом показывали на экране его лицо. Там видно там врет-не врет, да? Вопросы задавали. Он отчитывал, да. Потом вопросы задавали на этих отдельных столах. То есть каждый разошелся по секциям. Там ЖКХ, там это, это. То есть я правильно вас понимаю, то есть, да? Правительство организовало такую встречу для своего народа, где оно сдало отчет, потом разбежалось по углам. И там уже конкретные вопросы задавать. По ЖКХ министру, там транспорта министра, да? То есть открыто. Вот как вот если бы в Айа Торейне выходили, тусовались, о, пойдем, Макс, сейчас зададим министру транспорта. То есть, я тогда сказал, я бурятам тогда сказал, что если они организуют такие встречи, значит, они не боятся. Значит, они знают, есть что сказать. Еще критиковать, но есть что сказать, да? Я там знаю, что и критикуют по сельскому хозяйству. Там несколько сотен миллионов, непонятно, что там с ними, да? Есть планы, там даже может быть где-то и прокуратурой можно заняться, да? Но если в общем там взять, делают, поэтому и не боятся. Ну, представь, чтобы у нас вот так правительство взяло, собрало Айрат-арену, там бы, во-первых, никто не пришел, бы если бы даже пришли, освистали бы как на футболе. Ну вот, кстати, очень отличный, отличный для вас, Батуй Сергеевич, повод. Берите пример с Бурятов, берите пример с Сиденова. В конце года, перед тем, как получить премии свои по 40 миллионов, там всем раздать премии ни за что, я предлагаю вам организовать вот такую встречу правительства, где вы сможете в открытом разговоре перед народом рассказать о всех проделанных работах. И спросите, у народа достойный министр ли кто именно от этих премий, допустим? Было бы интересно. Это очень классная вещь. Но это супер круто, надо за вами, за Бурятами следить, интересно. В этом году впервые царан-сар отметили на главной сцене страны Кремлевскому дворце. Бурятия представила там не только свои самые лучшие культурные достижения, но и пригласила Кремлевский ансамбль Тульпан и Тувинский Головиков. Вы видели телеверсию концерта? Я видел, но я еще раз скажу, а когда наши делали там к столетию, Буряты и Тувинцев не пригласили. Там же. В ответку. Ну, тут тоже, да, спорный вопрос. Там-то столетие наше, а со концом общий праздник. Не, ну, все равно. Но со концом общий праздник. Мы, нас не пол России родственников и ненаверцев, да, у нас всего, мы всего три региона таких. Мы должны друг друга везде во всем поддерживать и приглашать, я считаю так. И не забывать. Опять же, судя по проводимой... Ну, Троицкого мы сюда пригласили, Зайцева мы сюда пригласили, Шварцева мы сюда пригласили, Я не знаю, что я говорю, судя по проводимой политике, это, видимо, два разных лагеря. Возможно, да. Видимо, два разных лагеря. Возможно, да. Одни на уничтожение, другие на развитие. Все ясно, все ясно. Вот, перед возвращением в Калмыкию вы показали фото и видео изумительную природу Тункинского района. Да. Наша пророкия. Где находятся, чем отличаются, чем отличаются от других районов Бурятии? Тунка находится на юго-западе Бурятии, да, то есть с стороны запада, ну, где-то, в Иркутской области. Туда ехать надо, как вот к нам, в Горояковский район, часть проехать по Саваркутскому краю, там у них тоже часть по Иркутской области проехать надо. Потому что там горный район, ну, и места красивейшие. Там, говорят, рядом Акинский район, тоже красивые, да, там и там, и там, и там живут хангодеры. А, как я говорил, это выходцы из Унгарии, говорят, ну, что это хойты наши. То есть они в конце XVII века, когда Галдан Бурятии проигрывал манджорам, они ушли туда 800 сапель, и, ну, с семьями, ну, три или четыре тысячи человек. За ними был послан карательный отряд, они там уходили за Саяны, ну, Мечную Иркутскую область, потом вернулись, разгромили этот отряд и остались там жить. То есть, да, это наши потомки. Чем они отличаются, допустим, ну, во-первых, там горном месте, там, ну, Аршаны, там, ну, всесоюзная разравница была когда-то. То есть, все Аршаны изучены. То есть, каждый Аршан знает, что это от зрения, это от желудка, это что-то. То есть, природа, воздух, это вот единственный район в мире, наверное, который совпадает по географии с национальным парком. То есть, этот район, он есть национальный парк. То есть, он весь национальный парк? Он весь, это есть район, который национальный парк. То есть, там есть администрация главы района, а напротив такая же большая администрация нас парка. И вот они там, ну, они как бы действуют совместно, там красотища, конечно. Надо, я говорил уже, у меня мечта, чтобы Калмыкии не только ездили на Кавказские минеральные воды, а туда ездили отдыхать. Там буддийские храмы. Буддийские храмы, там все. Все для тебя, для нас. Тем более наша прародина. Мы оттуда вышли. Многие же калмыки думают, что у нас родина только Монголия западная, Синитяне и прочее. У нас мы в 13 веке, айраты как это сформировались к 13 веку именно на территории между Алтаем и Байкалом. Иркутская область нынешняя. Это все наши земли, в год до Енисея это были. И мы оттуда вышли только в 13 веке. Э-арт, лесной народ. Так нам причинники с Ханей называли. И мы оттуда вышли только в 13 веке в период монгольских завоеваний. Когда мы айраты были в армии Хулагу, которая завоевывала Агганистан, Иран, Персию, Иран, Персия и Ближний Восток. Вот оттуда и вышли мы. И потом расселялись уже в Западной Монголии и прочее. А когда начинают говорить, что вот, кстати, некоторые буряты знают даже лучше историю, чем калмыки. Я видел, как буряты с калмыками в интернете спорили. Буряты говорят, вот ваша же родина, Тунка и прочее. А наши калмыки говорят, нет, наша родина Джунгария. То есть, на 400 лет он нашу историю сам калмык обрезает. То есть, наша родина действительно прародина. Мы оттуда вышли, эти леса, Эр-Айрат. Поэтому мы туда приезжаем, вот это на хангодеры, которые живут, они за свои считают. Мы сейчас общаемся, мы сейчас обговариваем вопрос, может быть, автопробег сделать, у них хангариада будет в будущем году. Наверное, когда все-таки коронавирус сойдет, они будут делать в конце июня хангариаду, то есть, хангодеры этого племени, представителя племени соберутся на спортивные соревнования. Я вот предлагаю нашим калмыкам сделать завтопробег к ним на... У них там гаральский, они почитают такого же военного сэкюсна, как мы их почитаем. Мы называем его дачин тенгри, иначе мы называем джангар джалха. Они называют его джалха сэкюсна. У них есть гора джалха сэкюсна, где они его почитают. У меня есть такая мечта, чтобы мы отсюда приехали и вместе с ними проявили совместный молебен. То есть, это наша прородина, они нас ждут. Я знаю, что многие хангодеры... Язык очень схож. Нет, они на бурятском бурятском. Нет, они с нашим. Бурятский, да. Больше сходит на бурят, чем более бурят. Нет, я сейчас не могу сказать, буряты, все-таки бурятский, язык такой еще как сказал Аркадий Манжиев наш, он сказал, что бурятский язык как будто сейчас формирующийся. Вот такое ощущение. То есть, у него все впереди. То есть, и... А мы уже как бы... Наш язык немножко устоявшийся какой-то, да, там. И у нас, не скажешь, что у нас все позади, да, у нас тоже нам надо его восстанавливать просто. Если бы мы думали на родном языке, мы бы прекрасно понимали бурят. И буряты бы прекрасно понимали нас, которые думают, кто думает о родном языке бурят, они прекрасно понимают калмысу. Кстати, о молеблях. Нельзя обойти стороной вопрос о буддийской практике. Известно, что вы серьезный практикующий буддист, что вы и... что мы и буряты, братья, не только по вере, но и по крови. Как вы думаете, какой опыт калмыкия могла бы взять из бурятии для развития учения Будды? Ну, трудно говорить, потому что какой опыт, допустим, тоже, та же национальная одежда. То есть, на все серьезные буддийские молебные праздники ходить в национальной одежде. Обязательно надо. Это поднимает национальный дух тоже. Еще какой опыт мы могли бы взять? Вот. Самый главный опыт, что бы я хотел сказать. Мы должны свои места, силы, вот так же, как это сказать, как это сказать-то, правильно выразиться. То есть, облагораживать так, как в Бурятии делают буддийские места. Допустим, вот в той же Тунке, заезжаешь в лес к Аршанам, там есть специальное место, ты должен остановиться и местным секвестом духом местности, поклониться. И там все, это все по-буддийски сделано, нухан-дар-кей, там, да, ламы портрет, все. Ты молишься, и в то же время ты молишься уважения местным секвестом духом местности. После разрешения мы на вашу территорию заходим, там, Аршан попьем, там, все нормально, мы вас уважаем. У них там красиво все оформлено. Мы тоже должны так на природе делать. Чтобы калмыки... Не только один одинокий тополь, но у нас же еще много таких мест. Да, ты вот в степь выезжаешь, там, поставь что-то, типа, ауа, что небольшое такое, там, потретий, да ламы, еще прочее, там, нухан-дар-кей, и человек уже знает, что на территорию степи ты заходишь, здесь свои хозяева, здесь свои духи. Он же будет знать, что швырять нельзя, там, папиросу, там, или, там, оставить пакет, мусор, да? То есть, не похоже, что это сурами. Да, вот у нас, говорит, на сягаченке, что там творится, там ужас просто. Вот на сягаченке поставить такой знак, что поклониться местным духам, он же человек будет знать, что нельзя здесь ничего сорить-то. И так же, вот, вот это мы должны вынести, это тоже интересный был бы опыт, да? Там не надо никакой зеленый патруль, там уже человек, он же в основном неверующий, у нас в общем суеверный, он подумает, да, действительно, я сейчас в пакете составлю, нафиг, потом меня там долбанет, еще там лишний раз с собой заберу. да, лучше с собой заберу. Лучше вот, вот это надо, конечно, брать такой опыт. А вообще, у нас буддийские, буддийское учение, оно одно. Оно может на разных, как быть, но учение будет одно, он одно, одни давал, одно учение давал. Поэтому, что мы там можем, мы не можем спорить на эту тему, мы можем спорить только на тему, как, на канонические темы, вот как вот, бывают такие религиозные споры, вот монахинами все уйдут, да, ну, а спорить о том, что где правильно служат молебен, в Бурятии и Люканах, мы не можем. У нас так, у них так, допустим, да, с уважением и там, и там, допустим, если когда я был у нас царь царь, в египетическом зацане, они по-своему делали. Я сидел, слушал, я делал, как я, как у нас делают, как я привык, допустим. Нормальный что? Почему? Вера одна. Вера одна, да, потому что, допустим, там нужно в какой-то момент, когда у них какой-то обряд делается, надо голодную бородь и что-то прикрыть голову. У нас такого нету. Они говорят, прикрой, я говорю, извините, я не буду. Допустим, да, у нас не так. Ну, это такие мелочи. Такие, да, ну, споры, они должны быть между монахами, которые разбираются в учении, и они там между собой спорят, как это трактовать правильно, философские споры. Но, спорить о том, где кто как проводит, что как правильно, мы не должны, мы должны уважать их. Мы приходим, мы говорим, о, делайте так, молодцы, вам что делаете? А мы, мы так делаем. Самое главное, у нас одно учение. Отлично. Завершаем. После бурятского спектакля «Ветер минувших времен» вы написали, что вышли из терраста бурятам. И калмыкам стали еще больше. Поскольку не связать уже с историей нашего народа просто невозможно. Слишком много общего. Поэтому прошу вас необычно попрощаться с зрителями. Скажите свои пожелания калмыкам, как бурят, и бурятам, как калмыкик. Больше не знаю. Больше не знаю. Большое спасибо. Спасибо за интересный разговор. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором.